Валерий Константинович 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 Походу все Валерий Константинович 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 И чтобы температура зимой была, ну, это невозможно, не как на улице. Но я показывал свою теплицу при 16 открытых форточках. Помните мои старые фильмы? Не старые, но прежние видеофильмы. Полностью открыта дверь к теплицу и 16 открытых форточков. Как говорится, ветер гуляет долей поперёк. Так, разница между наружным и внутренним воздухом у меня была всего 3 градуса. Вот, учитывая то, что случилось, аномалия дикая, жуткая, невероятная. Никогда я такого не помню. Ну, хорошо, я живу на 500 километров южнее. И именно в этот день, о котором мы говорим, так, то есть о пятом числе, когда в Красноярске было плюс, у меня всё-таки было утром минус 10, а днём где-то 4, но минус. Вот. И так же, как в Красноярске, теплейшая зима. Вот это, ноябрь, декабрь. В Красноярске рано упал снег, я остался лежать. Это было в середине октября, тоже невероятно рано. Ну, думали, вот это будет зима. И вместо зимы мы увидели ноябрь, декабрь, скоро половина января, зима 10-20 градусов, пару дней минус 20-25, пару ночей. Это настолько тепло и невероятно, что скоро меня закидают комями грязи по принципу, а вы живёте в это, в раю, вы живёте на Украине. Вот. В отдельные дни на Украине было теплее, холоднее, чем у нас. Аномальная зима. Что она принесёт? Не знаю. Звонок из Томской области, я говорю, я вас поздравляю. Да, неудача с этой скольцерской, этой ямой, как она, прудом сухим. Но, так как вы ещё сейчас заказываете у меня семечки и черенки, у вас большое будущее. В Томске было минус 6, когда в Красноярске плюс. Ну, вчерашние разговоры, это как будто мне Бог посылает такие звонки телевизионные. Минус 6. Вот. А это не убьёт деревья, это не плюс какой-то, эти плюсы. Вот. И у вас есть шанс стать одним из первых, продвинуться доводство на север. Если, я ещё спросил, как ваше мнение, потепление, это явно, мне говорят, явно. Я тут же вспоминаю, у нас по Енисеи ниже плотины, он не замерзает, потому что горная река, быстрое течение. Вот. Запас тепла там, выше плотины в этой самой... Всё-таки солнца много, аккумулировалось водной толщи, так называемым Сеношушинским водохранилищем. Вот. Температура воды обычно зимой у нас плюс 1, плюс 2 ниже плотины. И эти плюс 1, плюс 2 создают особый микроклимат. Вот. Чуть-чуть подогревает даже воздух морозный на пару градусов. Вот. Но это особый случай. А в Томске этого нет. И теперь такие отчаянные люди, как томичи, могут продвинуть садоводство на север. Вот. Ну, а это теплица, что в Сибирке выжили. То есть, похоже, они спят, как ни в чём не бывало. Всё. Завтра, может быть, эта сказка кончится и ударят морозы 20, 30, 40 градусов. Вот. Надеюсь, тогда не погибнут вот эти его... То, что он сейчас только очень-очень переживал вот за это. Надеюсь, это не погибнет. Вот. И всё станет на свои места. Но потепление неизбежно. Утки, сотни уток, зимующих под плотиной, вот, на незамерзающем Венесее, мне ещё осенью подсказали. Мы не улетаем. Мы лучшие метеорологи России, страны, планеты. Мы не улетаем. Не готовьтесь к лютой зиме, её не будет. И ждал я морозы. А морозы – это очень плохо для южных растений, для неорайнированных. Но мой сад уже оорайнированный. Сам себе режиссёр. Вот. Морозов не боюсь. И, мало того, пусть бы были небольшие морозы, до минус 35. Мне бы хватило. Почему? Снег до сих пор. Друзья, сегодня было полтора сантиметра, я снимал фильм. Так. Потом, сегодня выпало ещё два сантиметра. И это всё. Я говорю, морозы нужны, это дезинфекция. Вот. Нам, мы не нуждаемся ни в каких ядохимикатах. В принципе, в моём саду нет ни одной капли яда, в отличие от 40 этих самых, 40 обработок в южных странах и даже перешедшая нашу границу и пришедшая к нам. Вот, 40 обработок. Нет. Ни одной. И мороз, я его называю генерал-мороз, это его одна должность и вторая должность. Мороз-санитар. Он должен вычистить всё, что способствует размножению этих самых листогрызущих насекомых. Поменьше будет тли, поменьше будет плодожорки, поменьше будет гусениц. Вот так вот поговорили. Вот. Я очень надеюсь, что Дмитрий разрешит мне показать этот фильм с моим таким небольшим критическим налётом. Вот. Почему? Потому что он-то выставил это в свободный... Это выступил в свободный доступ, видите? Это в свободном доступе. Сад Красноярска. История создания в виде дневника. И теперь эта история будет продолжаться, надеюсь, не один год. Ещё он берёт то ли 4, то ли 20 гектаров. Вот. Он посадит уникальнейший сад. С моей же помощью. По моей технологии. Видите, как тут написано? Вот. Технология семена железа. Вот. Это моя ответственность перед ним, да и перед вами тоже. Ждать много лет успеха, а потом только начинать рассказывать. Нет. Мы начали с того, с первых шагов. Он, умница, Дмитрий. С первых шагов мы видим закладку. Ну, для начала назовём это не закладка, а садом, в принципе, не как это в конечном виде. А история создания маточного сада, назовём так. Ну, вот, друзья, дальше листать не буду. Сами найдёте его, вот эту страницу. Вот. Дружите, общайтесь. Особенно красноярцы и те, которые рядом с Красноярском. Канск, Качинск. Всё это надо объединяться. Как говорит моя любимая пословица. Хлопцы, гоп до кучи. Ну, пока. Субтитры создавал DimaTorzok